В первом открытом турнире по контр-страйку приняли участие около 50 школ Одинцовского района. Это порядка 400 детей. К участию допускались только члены юно-армейского движения в возрасте от 14 до 16 лет. Акция прошла на базе Московского областного колледжа финансов и управления. Наверное, вообще первый раз у нас сейчас проходит компьютерная игра, цель которой – воспитать дух командой, воспитать патриотизм командой, потому что патриоты, они не рождаются, они становятся. И становятся за счет той работы, с которой с ними проводится. Контер-страйк – это популярная сюжетная киберигра в жанре командной стрелялки, действие в которой производится от первого лица. Основная идея – противостояние двух команд – террористов и спецназа. Всех участников поделили на группы – дивизионы. Игры проходили по олимпийской системе до двух побед. Побежденные выбывали из турнира. Для меня лично игра – это просто обычное участие в соревнованиях. Я всегда принимаю ее не всерьез, но чтобы помогать своим друзьям, я стараюсь выигрывать раунды. И я всегда представляю игру легкой для себя, чтобы собраться и не проигрывать каждый раунд. Пока одни юноармейцы играли, другие упражнялись в стрельбе из пневматических ружей, в сборке-разборке автомата и даже лазали на скаландроме. По словам организаторов, цель турнира – популяризовать современные информационные технологии, а также укрепить связь между школами района, обеспечить каждого юноармейца интересным досугом, научить его действовать в команде и быстро ориентироваться в экстремальных ситуациях, увлечь киберспортом. Когда же он играет в команде, когда он видит плечо товарища, когда он отслеживает интересы команды, когда он защищает своих игроков, в этом случае у него проявляются вот эти патриотические нотки. То есть в форме игры идет воспитательный процесс. В итоге победителем турнира стала команда из Маловеземской школы. Второе место у Одинцовской СОЖ номер 8, третье – у Горковской. Победителей наградили грамотами и медалями. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.